здравствуйте меня зовут Петренко Анатолий Владимирович давайте продолжим наш интернет проект изучаем ПЛК контроллеры электронику и электрику сегодня продолжим наше знакомство с очень перспективным ПЛК контроллером от компании Сигнетикс контроллер SMH4 он программируется в среде программирования SM Logics давайте откроем среду программирования здесь мы можем создать проект создаем новый проект у нас высвечивается вот такой окно здесь мы можем выбирать тип контроллера для которого будем писать программу здесь у нас будет SMH4 готово здесь у нас высвечивается информация о контроллере дальше давайте зайдем настройки связи я подключаюсь контроллеру через кабель USB mini USB поэтому ставим флажок напротив USB данный контроллер интересен тем что для его программирования не обязательно подавать на него напряжение питания в данном случае он подключен через кабель USB mini USB и уже можно его начинать программировать то есть у него уже у нас светится экран я могу написать программу залить и а потом уже когда мне потребуется его дискретные входы выхода подать питание и подключить входы выхода дальше мы можем провести тест связи контроллер у нас найден первый раз когда я установил программу SMH4 Logics драйвер устанавливается здесь автоматически то есть не нужно отдельно устанавливать драйвер для контроллера единственное что после во время первого подключения у меня высветилось сообщение о том что драйвер устанавливается драйвер установился как бы первый раз у меня высветилось сообщение о том что там контроллер не найден или не удалось установить связь это было всего лишь один раз и поэтому я даже не запомнил что там за сообщение было я перезагрузил компьютер и все больше у меня проблем с этим не было связь устанавливается нормально все работает хорошо нажимаем ok здесь у нас поле для написания программы язык FBD язык программирования FBD как говорят очень многие из моих подписчиков это наши любимые кубики ну и давайте попробуем написать простенькую программу здесь у нас есть зуммер то есть контроллер когда мы сюда подадим единицу будет издавать звуковой сигнал мы выбираем зуммер дальше зажимаем его левой кнопкой мыши перемещаем в поле для написания программы вставляем там где нам это удобно и дальше мы можем уже управлять им предположим мы будем управлять с помощью одной из клавиш на клавиатуре то есть на лицевой панели контроллера у нас расположены вот эти клавиши и в программе мы можем задать их назначение предположим при нажатии на кнопку F1 у нас контроллер будет издавать звуковой сигнал нажимаем левой кнопкой мыши на кнопку 1 перемещаем курсор в поле для написания программы челкаем левой кнопкой мыши вставляем дальше произведем соединение наводим здесь курсор зажимаем левой кнопкой мыши наводим курсор туда где мы хотим произвести соединение опускаем челкаем и у нас соединение установлено дальше загрузим в проект контроллер и подключимся для отладки то есть сможем пронаблюдать выполнение программы вот у нас сообщение что проект загружается нажимаем нажимаем F1 и у нас контроллер издает звуковой сигнал остановим отладку проекта данный контроллер у нас имеет цветной сенсорный дисплей поэтому давайте попробуем добавить на дисплей кнопку с помощью которой мы также будем включать звуковой сигнал контроллера для этого заходим в SM Smart предположим выберем кнопку нажимаем левую кнопку мыши здесь перемещаем на экран нажимаем левую кнопку мыши у нас ставилась кнопка дальше щелкаем левую кнопку мыши по этой кнопке и у нас есть возможность конфигурировать нашу кнопку ну пока наверное все таки оставим единственное что поменяем цвет кнопки предположим сделаем ее зеленой немножко потемнее у этого контроллера экран цветной сенсорный дальше мы возвращаемся в SM Logix заходим вот в эту вкладку UI и видим у нас здесь появился экран на экране кнопка дальше здесь нажимаем по строке состояние перемещаем левую кнопку мыши в поле для написания программы и нажимаем левую кнопку мыши в том месте куда мы хотим вставить нашу кнопку сенсорного экрана дальше давайте нажмем левую кнопку мыши по соединению нажимаем delete разрываем соединение и воспользуемся элементами битовой логики нажимаем вот на вкладку fbd логика и воспользуемся элементом for это элемент как помните элемент сложения битовой логики то есть когда на одном из ходов появляется хотя бы на одном из ходов появляется сигнал на выходе также появляется сигнал и произведем следующее соединение так нажимаю escape потом у меня еще раз ставится элемент or затем нажимаю на него в левую кнопку мыши нажимаю delete на клавиатуре удаляю следующее соединение и выход то есть что у нас получается если мы нажмем f1 у нас на выходе то есть у нас контроллер будет издавать звуковой сигнал также если мы нажмем кнопку на сенсорном экране у нас также контроллер издает сигнал загружаем программу и наблюдаем отладку программу загружена на экранчике у нас красивая кнопка нажимаем сейчас на лицевой панели контроллера кнопку f1 контроллер издает звуковой сигнал и нажмем кнопку на сенсорном дисплее контроллер контроллер у нас также издает звуковой сигнал на этом наше небольшое видео завершим от себя хочу добавить что контроллер действительно интересный мне понравился думаю буду снимать о нем много видео